Работа с насильством по месту жихарства, захование историко-культурных каштонностей и створение умов для супрацовников предприемства. Сегодня своими напрацовками по разных накерунках работы обменивались депутаты городских советов Гомеля и Могилёва. За ходом с встречи сочил Олег Сентюров. На дворе у Могилёве не ведьма, дружневец от Гомельского. Самая разница, такой густый туман, что городские будинки практически не бачные. Олег с встречи с коллегами депутаты городского совета вы решили не переносить. У речи на дворе не та причина, какая можа перешкодзить взаимовыгодным контактом. Першая суместная акция – ускладание кветок на аллеи героев. На гэтый день у депутатов у Вогню великие планы. Об гэтой сустрече, я надомовился у Вересни, усю подрактовшую работу провели за два месяца. Нельзя сказать, что обмен опытом работы помеж депутатам из розных областей – это некая ноу-хау. По 2-5 тому гомельчане уже наведывали Могилёв. Але час идей и в деятельности советов заявляются новые перспективные накерунки. Об суместной работе советов депутатов и выканавших органов по социально-экономическому развитию города. Тема суместного посереджения, хоть и гучить крыху официйная, а не насправе гэта размова депутатской деянности, якая не обмежовывается одним накерунком. Пытание працевладкования, рамонту дорог, навыц вращение этих же земельных спречек – усю гэта копыт депутатов городского совета, причем гэтый список постоянно поширается. Кажется, мы все хорошо делаем, но что-то можно почерпнуть еще и в других городах и примирить именно к себе. Вот даже вот этот по третьему декрету проблемы – это по занятости населения, а не по всем городам в области. Вот потом по ветхому жилью, по сносу, это тоже шанс в этом новом указе, который подписал президент, там будут заниматься и города областного подчинения, именно по сносу, по уборке нежилых и пустующих зданий и домов. Вот таких вопросов, даже темы те, которые, как наши депутаты, работают со своими избирателями. Головная мета наведывания предприимствов – ознайомление с практикой сварения для работников комфортных умов, начиная от бытовых помешканий до непосредственно працанных мест. Такая социальная политика напрямую уплывает на выники деятельности организаций. Сегодня только в Гомеле наличивается колясца промысловых предприимствов с годовым объемом в отворчестве в 3 миллиарда долларов. И еще одна тема – захование историко-культурных качественностей. Могилевские депутаты наведываются в Палас Румянцевых Паскевичев, где собраны сапроды уникальные экспонаты. Да, и в истории Могилевской земли я не до речи так само маюсь до чинения. Да, к Астерчинской революции Гомель на протягу 140-х годов угоходился в состав Могилевской губернии. Некольких каштонных православных святыньев сегодня заходятся и в Петропавловском соборе. На початку 90-х яго одновляли методом народной будовли. Об этом факте депутаты узгадываются так само. Тем больше, что работе с населенцем зараз особливая увага. «Самоуправление городское. И в первую очередь мы хотели бы пробудить это сознание у жителей частного сектора. Чтобы жители понимали, что они хозяева не только той территории, на которой они проживают, и ограничиваются они забором. Чтобы они выходили за забор, чтобы они приводили в порядок улицы, чтобы они встраивали праздники улиц, чтобы они между собой общались. И таким образом город шаг за шагом становился чище, уютнее и комфортнее для жизни в первую очередь». Олег Сентяров, Валерий Копанько, телер, радиокомпания «Гомель». «Гомель».